Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите краткий отчет о текущих событиях в разработке и внедрении прорывных транспортных технологий Skyway. В этом выпуске конец священного месяца Рамадан. Объединенные Арабские Эмираты возобновляют полный рабочий день. Все под контролем. Отдел BIM-технологий разработал систему онлайн-мониторинга строительства зданий. Не спускать на тормозах. Управлением подвижного состава закончена разработка нового аварийно-буксировочного устройства. И наша традиционная рубрика «Этот день в истории Skyway». А теперь обо всем по порядку. Месяц священного Рамадана закончился в Объединенных Арабских Эмиратах. Как известно, в течение этого периода правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья и курения, что, однако, не стало поводом для остановки строительства инновационного парка Skyway в Шардже. Для более комфортной работы было изменено время начала и окончания работ на объекте. В течение этого периода в экодоме выполнена облицовка санузлов керамической плиткой, смонтированы гипсокартонные потолки, внутренние и наружные блоки кондиционеров. В настоящее время выполняются пусконаладочные работы. Для обеспечения снабжения дома питьевой водой установлена вместительная емкость и насосная станция, а также выполнены работы по устройству бытовой канализации. Согласно утвержденному графику, бельгийская компания «Бекарт» регулярно осуществляла поставки на объект металлических канатов для 4-й и 2-й линий струнного транспорта Юницкого. С 27 мая все наши подрядчики трудятся в режиме полноценного рабочего дня. Сейчас производится внутренняя отделка экодома и анкерных опор. Выполняются электротехнические работы, монтаж светильников и прочих электротехнических приборов. Смонтировано вентиляционное оборудование, выполняется его подключение и наладка. Компания GCC приступила к выполнению работ по устройству фундаментов второй линии. Выполнена бетонная подготовка под фундаменты и их армирование. Металлоконструкции промежуточных опор изготовлены и поставлены на объект. К данному моменту уже выполнена их укропнительная сборка. Компания FAST осуществляет отделочные работы на анкерных опорах. На насосной станции выполнено армирование и бетонирование стен резервуара для воды. Ведутся работы по устройству его перекрытия. Также продолжается устройство трансформаторной подстанции. За бетонированные фундаменты и фундаментные балки выполнена их гидроизоляция. Кроме этого, выполнено бетонирование колонн. Продолжаются работы по прокладке внутриплощадочных сетей. В местах пересечения с дорогами укладываются гильзы. Новый тип аварийно-буксировочного устройства презентован специалистами конструкторского бюро «Шасси». Такие механизмы должны обеспечивать хорошую управляемость, плавность хода, курсовую устойчивость, маневренность, а также безопасную сцепку-расцепку всех единиц подвижного состава струнного транспорта Юницкого. Подробнее о новизне и специфике работы аварийно-буксировочного устройства расскажет ведущий инженер-конструктор закрытого акционерного общества «Струнные технологии» Евгений Черников. На экране у нас сейчас находится тягово-сцепное или по-другому аварийно-буксировочное устройство для городского транспортного комплекса. Это является легкой серией из всех модификаций, разработанных нами. Оно представляет из себя устройство модульного типа, то есть оно разделено на несколько частей. Непосредственно это модуль фиксации, при помощи которого у нас происходит сцепка с другим транспортом. Там у нас есть замок, датчики, которые отслеживают сцепление механизмов. Механизмы расфиксации автоматические и механические в случае того, если вдруг автоматика вышла из строя. Модуль необратимой деформации, то есть когда у нас произошла какая-либо авария, то есть превышение скорости транспорт не затормозил. Если мы ударяемся либо в ответный транспорт, либо в какое-то непреодолимое препятствие, то при помощи этого деформационного узла у нас происходит гашение энергии. При помощи этой трубы мы теряем скорость, и гашение энергии происходит за счет ее потери в процессе трения. Аварийно-буксировочное устройство у нас находится на тяговом модуле. В передней части и в задней части они абсолютно сейчас симметричны. То есть у нас нет разницы, как транспорт находится передом, либо задом стоит. То есть мы можем сцепляться теперь любой стороной. Сцепление происходит посредством сближения двух транспортов и сближения двух модулей фиксаторов. Они посредством двух ступеней направляющих. Это первая ступень, у нас направляющая элемент конусный. Так и второй направляющий элемент, который непосредственно расположен уже на самой модуле фиксатора. Происходит сдвижение. И автоматическое защелкивание замков при полном сдвижении двух модулей сцепок. Специалистами отдела BIM технологий запущена система онлайн-мониторинга поэтапного возведения архитектурных объектов, которая заключается в создании виртуальной 3D-модели будущего сооружения. Напрямую сопряженной с информационной базой данных. Благодаря внедрению BIM технологий инженеры-конструкторы Skyway могут работать в рамках единого цифрового поля, принимая технические и управленческие решения в режиме реального времени. Грамотно настроенные шаблоны, а в нашей компании это сделано именно так, позволяют перераспределять усилия. Инженеры-конструкторы затрачивают на оформление чертежей меньше времени, а больше занимаются обдумыванием и проработкой 3D-моделей. Подробнее о технологии цифрового мониторинга расскажет глава отдела BIM технологий Александр Дмитриев. Здание собирается в Navisworks, то есть эта модель уже, в принципе, сделана. В рамках этой модели были разработаны не только архитектура и конструкция, но и инженерные сети по этому сооружению. Плюс он также этой технологией еще является то, что помимо того, что мы получаем трехмерную модель, трехмерная модель еще связана с чертежами. То есть выбрав любой элемент здания, мы можем найти этот элемент на чертежах, прям перейти к чертежу и спокойненько посмотреть, что же там было на чертежах, как это называется и так далее, получить всю информацию об этом элементе. Причем здесь можно контролировать и деньги, это уже будет 5D, то есть вот это вот то, что я показываю, это 4D-моделирование. Есть также 5D, то, к чему мы сейчас движемся активно, то есть это контроль финансовых расходов и распределение их во времени, поскольку мы знаем, когда что будет монтироваться, мы можем поставить, сколько денег мы на это затратим. И также контроль качества строительства, в принципе, когда, ну, по крайней мере, на технопарке мы экспериментировали уже, и вот прямо в морской модели мы оставляли комментарий, что нужно исправить, либо что монтируется не так, что потом строили здесь, потом уже в офисе мы могли, грубо говоря, камеральную обработку сделать того, что увидели на строительной площадке. Как и всегда, этот и другие сюжеты в полной версии вы в скором времени увидите на нашем официальном сайте и на канале в YouTube. Четыре года назад был дан старт производству струнных рельсов Skyway. В самом конце весны, начале лета, в Минск прибыла колонна, состоявшая из четырех большегрузных автомобилей. Ценный груз, высококачественный стальной профиль для путевой структуры Skyway, прибыл из Финляндии. Съемочная группа информационной службы закрытого акционерного общества струнной технологии посетила подрядное предприятие в этот важнейший для развития проекта момент и задокументировала прибытие, разгрузку и складирование груза. Вашему вниманию кадры данного события. Субтитры создавал DimaTorzok Следите за обновлениями официальных сайтов Skyway, подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект. И что бы ни происходило в мире, у вас всегда будут хорошие новости. Строй Skyway. Спасай планеты.